Страшный диагноз – спинально-мышечная атрофия второго типа Габриэля Пацурии поставили в 11 месяцев. До полугода мальчик развивался, как все, но после родители заметили неладное. Мы ждали все, пока он начнет сам садиться, потом ползать, но, естественно, этого не произошло. Мы забили тревогу, начали обращаться к неврологам, и тогда уже нам сказали предварительно, что возможно спинально-мышечная атрофия, но, конечно, нужно сдать генетический анализ. Генетический анализ подтвердил худшие опасения. Родители малыша были в шоке. Ни у кого из родных такого заболевания не было, и они даже представить не могли, что с ними может случиться подобное. Чем дальше время идет, тем ему сложнее бывает. У нас, грубо говоря, несколько месяцев назад был крепче, чем сегодня. Раньше ему легче было дольше времени сидеть ровно, ему легче было руку поднимать, ему легче было игрушки брать. Но так как мы долгое время не получали никакого лекарства, ничего не было, то у него какие-то свойства, какие-то возможности терялись. Со временем эта болезнь прогрессирует, ребенок ослабевает. Даже вот сейчас уже мы видим разницу. И со временем, конечно, приводит к слабости мышц, которые отвечают за дыхание и глотание. Габриэль систематически проходит реабилитацию. Массаж, бассейн, занятия в специализированном центре. Мама мальчика, Люба, самостоятельно каждый день разминает слабые мышцы сына. Признаются, очень тяжело. Но еще тяжелее видеть, что у ребенка нет нормального детства. На улице гуляем очень долго, он любит гулять. Очень любит с детьми общаться. Но, к сожалению, пока у него это не получается. Хочется, хочет с детишками на горку залезть. Ну, как все остальные детки. Родители Габриэля не опустили руки и начали выяснять, как помочь сыну. Оказалось, что остановить прогрессирование болезни способно лишь одно средство – швейцарский препарат Залгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире, стоимостью 160 миллионов рублей. Укол он водится внутривенно один раз в жизни. Он заменяет поломанный ген на здоровый. Такую огромную сумму семье собрать, конечно же, не под силу. И тогда родители маленького Габриэля обратились с просьбой о помощи в благотворительный фонд «Звезда на ладошке». Благодаря неравнодушным людям уже удалось собрать 83 миллиона. Но надо торопиться. Препарат, уверяют врачи, необходимо ввести до двух лет. А малышу уже сейчас год и восемь месяцев. Помочь ребенку можете и вы. Перечислите любую сумму с помощью СМС на короткий номер 3434 с текстом «Габи пробел размер суммы пожертвования». Или на любую удобную банковскую карту мамы мальчика, номера которых вы видите на экране. Давайте спасем Габриэля вместе. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.